Сложно представить, что этот зал Староградковской спортивной школы больше не услышит ласковой лали из уст Владимира Гургенидзе. Именно так Владимир Робертович обращался к своей супруге, главному хореографу российской сборной. Этот союз открыл миру немало талантливых спортсменов. А начиналось все в Грузии. Со школы Олимпийского резерва Владимир Робертович был одним из первых учеников, выпускницы хореографического училища Ларисы Таварткиладзе. Два тренера, два талантливых педагога. В Грузии они стали заслуженными, а во время перестройки переехали в Россию и остались в Одинцовском районе. Здесь все пришлось начинать с нуля, но таланта и усердия супругам было не занимать. Женская пара Наталья Сутормина и Любовь Масулова через несколько месяцев работы под руководством Владимира и Ларисы Гургенидзе с пятого места в российском рейтинге переместились на первое место в мире. Я с женой мечтал, чтобы жить в таком месте, где в пяти минутах был бы зал от жилья и все, и чтобы полностью отдаваться работе. Так и получилось. Потом мы здесь, практически у нас переходил весь городок, все и большие, и маленькие, и все. Оборудования не было, проходилось где-то доставать что-то, 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 где-то получилось. Потом появились у нас первые чемпионы Европы. Женская пара с Москвы их взяли, нас попросили, чтобы с ними поработали бы. Здесь у нас была борцовская татами, на которой мы работали. Правда, еще ремонта не было, все был в этих грибках, весь зал такой, катастрофа, честно, если сказать. Но у нас получилось, опыт дал свое дело. Они попали на чемпионат Европы, выиграли, и авторитет поднялся, нас узнали. Спортивная акробатика в Одинцовском районе – это Гургенидзе. За более чем 20 лет работы в Старогородковской спортивной школе Владимир Робертович воспитал десятки, сотни спортсменов, блиставших на чемпионатах Европы и мира. Марина Чернова, Георгий Патарая, Анна Качалова, Дмитрий Булкин, Игорь Мишев, Николай Супрунов, Александр Курасов, Дмитрий Брызгалов, Максим Чулков, Валентин Четверкин. Это лишь малая часть молодой акробатической поросли, которая принесла славу российскому спорту на мировом уровне. Больших успехов в акробатике добились и сыновья тренера Ревас и Тимурас, которые также трудятся в российской сборной, являясь заслуженными тренерами. В 2017 году Владимир Робертович отметил 60-летний юбилей. Свои поздравления прислал президент России Владимир Путин. За большой личный славь развития спорта в России, подготовку спортсменов международного класса и среди днем рождения награждается именными часами и грамотами президент России Владимир Владимирович Путин. В ночь с 23 на 24 августа спортивная династия понесла невосполнимую утрату. Владимира Робертовича не стало. Владимира Робертовича не стало.